Всем доброго времени суток! Приобрел себе дешевый лазерный уровень 4D с Алиэкспресс под названием Хибура. Ну и в подарок мне положили вот такие вот кожаные перчатки. Ну что ж, посмотрим что за уровень. Поехали! Итак, посмотрим что у нас идет в комплектации. А в комплектации у нас идет вот такой вот штатив. Уровень идет в пластиковом кейсе. Неплохого качества. Паспорт. Вот и сам 4D уровень. Кстати, он уже идет откалиброванный. Далее, вот такой вот лифт. Платформа для быстрого и точного выставления уровня. В набор входит такой переходник. Он нужен для того, чтобы вы смогли прикрутить к нему еще то, что поможет вам в работе. Тут же можно использовать лифт. Легко снимается. Идут зеленые очки. Также идет площадка. А отсюда мы можем прикрутить к штативу. В наборе два аккумулятора. 5 Ампер час. Зарядное устройство на 2 Ампера. Вот такой вот переходник. Сейчас попробую его использовать. В принципе, все устанавливается быстро, четко, похоже на конструктор. Так же можем прикрутить платформу для более деликатной регулировки луча. Также в наборе имеется кронштейн на магните для работ на высоте. Сейчас попробую его собрать. Итак, собрали мы его быстро. Здесь есть регулировка вверх, вниз, регулировка по кругу. Все быстренько разбирается. Вот еще один переходник. Сейчас мы его быстренько соберем. Это у нас получается для луча по диагонали. И еще есть один переходник для работ с потолками. Ну и так, его можно подвесить в любом месте, что очень удобно. Вот такой вот пульт идет. В кейсе находится такой вот поролон. Итак, вставим батарейку и попробуем включить. На батарейке отображаются цифры. На сколько у нас осталось заряда. Все лучи отдельно включаются и выключаются. А так же можно регулировать яркость луча, что очень удобно. Сейчас я сравню его со своим лазерным уровнем. Разница между ими, то что мой уровень идет прорезиненный. И его можно ронять. А с ним ничего не случится. Так же все комплектующие практически одинаковые. Кроме того, что у меня один аккумулятор и не было штатива. Так, и еще возьму более бюджетный уровень. Это Хилда. Она дешевле на полтора тысячи рублей. Немного похожа с Хибурой. Единственное, она не откалибрована. И у нее очень бедная комплектация. А отдельная откалибровка стоит 2000. Ну да ладно. Теперь попробуем протестировать этот уровень. Посмотрим, насколько здесь можно регулировать яркость. При включении пультом от Хибара у нас срабатывает уровень от ДЛТ. И полностью регулируется. Даже яркость. Ну а пульт от ДЛТ работает только для ДЛТ. Итак, включаем наш уровень и ставим метки по всему периметру комнат. Расстояние у нас доходит до 7 метров. Далее, уровень повернем на 180 градусов и проверим лучи. Все лучи совпали четко. Теперь на 90 градусов. И опять у нас все совпало. Даже на расстояние 7 метров. Проверем на 180 градусов. И опять все лучи совпали. Далее я включу Хилду. И совмещу линию с меткой. И что мы видим? По кругу уровень не откалиброван и расходится почти на 1 сантиметр. Теперь повернем на 180 градусов. И тут еще хуже. Да, этот уровень срочно на калибровку. Теперь включу ДЛТ. И установлю на ту же метку. Лучи все совпали. Теперь повернем на 180 градусов. И также проверим. Здесь мы видим, что все метки совпали. Теперь я включу два уровня. ДЛТ и Хибура. И сравню, насколько у них лучи расходятся. Как вы видите, все два луча идеально совпали. Включим нижний луч. А теперь верхний. Вот такая вот разница между Хибура и ДЛТ. Теперь мы видим, что Хибура четко откалиброван. Ну и ДЛТ тоже. Поэтому они показывают абсолютно одинаково. А разница только в цене. Хибура стоит 7000, а ДЛТ 11. Теперь проверим лучи по вертикали. Лучи по вертикали также идеально совпали. Теперь посмотрим разницу между лучами. Слева луч ДЛТ, а справа Хибура. Теперь я добавляю луч на ДЛТ. И он становится ярче. Но и немного толще. А если его убрать, то они становятся одинаковые. Единственное, у ДЛТ луч тусклее. Ну что я думаю, что наш уровень прошел тест. И мне он даже понравился. С его богатой комплектацией и ярким тонким лучом. Это идеальный уровень за те деньги, что я его взял. Тем более на Алиэкспресс. И кому понравился этот лазерный уровень, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.